Ешкар-Ала Анализ воды на содержание вредных примесей Светлана Сокова проводит ежедневно. Каждый раз показатели неизменны. В ней нет ни органических добавок, ни тяжелых металлов. По радиологическим и микробиологическим показателям потребляемые шкралинцами вода также на высшем уровне, уверяет химик. Отсутствие пиков на хроматограмме показывает нам, что в воде, в нашей, совершенно нет никаких примесей. Вода чистая, вот здесь выходит пик воздуха, который должен быть на хроматограмме. То есть наша подземная вода очень чистая и доходит к потребителю в таком же виде. На Ишкар-Алинском водоканале не скрывают. Горожанам во многом повезло. Рядом с городом находится подземный источник с большими запасами чистой питьевой воды. Такое встречается далеко не в каждом регионе. Вода в город Ишкар-Ала подается с Арбанского водозабора. У нас есть как резервный источник водоснабжения, это речной водозабор, где предусмотрена очистка воды, доведение ее качества до санитарных норм. Но там применяется химическая очистка, обеззараживание воды. Ну, а ту воду, которую на данный момент мы подаем в город Ишкар-Ала, она практически не подвергается какой-либо химической обработке. Если по итогам 2012 года столица Морел занимала лишь 51 место в экологическом рейтинге городов России, то по итогам 2013, согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии страны, Ишкар-Ала признана одним из самых экологически чистых городов. У нас, я считаю, что очень эффективно работает программа экологическая безопасность города Ишкар-Алы, в которой участвуют все предприятия города. И если сравнить цифры 2012 и 2013 года, если мы в 2012 году затратили на природоохранные предприятия совместно со всеми предприятиями нашими 22 миллиона рублей, то в 2013 году эта цифра возросла в два раза. В 2013-м в Ишкар-Але была принята генеральная схема санитарной очистки территории. Немало высадили зеленых насаждений. Кроме этого, вот уже седьмой год столичные специалисты мониторят и степень загрязнения атмосферной среды. По их словам, год от года воздух в Ишкар-Але становится только чище. Если в 2012 году у нас по стат отчетности было выброшено в атмосферу 11 тысяч тонн, то по 2013 году эта цифра снизилась почти на 40%. Меньше выбрасывают в атмосферу не за счет даже сокращения производства, я бы сказала, за счет модернизации производства, когда предприятие нацелено на то, что максимально низкий процент выбросов у них был. Хорошее расположение на карте страны и ежегодная кропотливая работа вкупе привели к тому, что сегодня жителям и гостям столицы региона можно не опасаться за то, чем они дышат и какую воду пьют. Кстати, на Ишкар-Алинском водоканале отмечают, потребителям арбантской воды нет смысла покупать бутылированную воду, как, впрочем, и устанавливать дома дорогие фильтры. Небольшой осадок или накипь после кипячения лишь свидетельствуют о том, что вода в кране живая, а значит в ней присутствуют все необходимые организму микроэлементы. Субтитры создавал DimaTorzok